Вино и всему солнце. 26-летнюю жительницу Балхаша сбили на пешеходном переходе. Сортировка мусора. В ближайшую субботу пройдет экологическая акция. 26-летнюю девушку сбили на пешеходе. Инцидент произошел вчера около 8 часов утра на перекрестке Абая и Сатпаева. 35-летний водитель автомобиля Тойота сбил девушку на пешеходном переходе. Причиной наезда стало яркое солнце. Из-за него мужчина не заметил пострадавшую и совершил наезд. Девушку доставили в центральную больницу города. По данному факту возбуждено административное производство по статье 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Будет принято процессуальное решение. Еще четыре многоэтажки преобразятся в Балхаше. На сегодняшний день проводится покраска и штукатурка зданий в микрорайоне Шашубая с 1 по 4 дом. То Кайрат Констракшн приступила к ремонтным работам в середине сентября. Денежные средства выделены из местного бюджета. Подрядчики планируют завершить преображение домов к концу этого месяца. Работы проходят согласно графику и утвержденных эскизов. Отставаний нет. Помимо этого уже завершены работы по улице Жальтоксан 10-11. Там работы уже завершены. Работы производят ТО Кайрат Констракшн по всем объектам. Балхарцы могут принять участие в необычной экологической акции. Намечается она на побережье озера 25 сентября в 12 часов дня. Уборка набережной пройдет нетрадиционно. Особенность субботника в том, что собранный мусор будет сортироваться. Раздельно соберут стекло, пластик, алюминиевые банки, которые затем отправятся на переработку. В ходе акции пройдет небольшой мастер-класс о том, как можно уменьшить объем мусора. Можно будет поучаствовать в викторине, посвященной теме отходов. Как они выглядят природе, сколько уходит на их разложение. И что же можно полезного сделать из отходов. Также можно будет пофотографироваться с хэштегами нашей акции. И, конечно, выложить все это потом в социальные сети. Завершился традиционный региональный конкурс «Ки-Ходорет». В состязании имени мастера Щерпекиа Малауи Хамзина приняли участие больше 10 дамбристов. Мероприятие проходило в онлайн-формате. Каждый участник должен был исполнить ки-мастера и одно произведение на свободную тему. Уже четвертый год подряд участие принимают артисты возрасте от 18 до 35 лет. В итоге гран-при досталось Манапу Аныкбекову. А первое место занял дамбрист Нуржан Джасымхан. Победителям были вручены денежные призы. «Жанебек Самархан из Каркаролинского района занял второе место, а Олжас Каримбаев из Караганды – третье место. Главный приз – 150 тысяч тенге. А за занятое первое место вручат 100 тысяч тенге, а за второе место – 50 тысяч. И за третье – 30 тысяч и специальный приз – 10 тысяч тенге». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова